До начала церемонии открытия Шукшинского кинофестиваля еще час, но гостей уже несколько сотен человек. По красной ковровой дорожке прошло более 50 известных личностей, в их числе Валерий Фомин, Игорь Жижикин, Алиса Гребенщикова, Алексей Петрухин, Лидия Боброва, Владимир Кот. Но кажется, барнаульцы больше всего были рады актеру Андрею Мерзликину. На красной дорожке Шукшинского кинофестиваля Андрей Мерзликин, актер театра и кино! А вот президент 21-го Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко вообще на некоторое время пропал с красной ковровой дорожки. Сценарист, кинорежиссер, драматург, актер, писатель, телеведущий, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР Виктор Мережко, город Москва! Но позже народный артист вернулся на путь и побил рекорд по популярности. К театру драмы Мережко шел не меньше 10 минут. Это ответственность и радость. Я так счастлив, что я приехал на Алтай, ибо это лучший кусочек земли нашей великой России. Здесь люди восхитительные. Я просто влюблен в край, хотел бы здесь часто бывать. Со звездами бесконечно фотографировались. В нашей съемочной группе, чтобы поговорить о шукшинских днях с Андреем Мерзликиным, даже пришлось отстоять очередь. Показываем спектакль по бессмертной киноповести «Калина Красная». Театр «Русская песня» в полном составе, это около 70 человек, постарается представить, как говорится, постарается обойти острые углы сравнения с кинокартиной. Это невозможно. Но мы постараемся уловить мир и все те интонации, которые нам всем так дороги, и они связаны с мировоззрением Василия Макаровича Шукшина. В этом году свое мировоззрение представят 10 режиссеров. В программе полноформатного игрового кино 10 фильмов. Их бесплатно показывают в кинотеатрах «Европа» и «Мир». Короткометражек 16. Их традиционно можно увидеть под открытым небом. Зрители уже готовы к эмоциональным потрясениям. Как всегда, ждут, что будет очень нервно, очень много придется плакать, когда будешь смотреть это кино, много придется переживать и над многим задумаешься. Я считаю, что здесь должен быть каждый житель Алтая, просто, наверное, нет такой возможности. Это очень, конечно, обидно. Мы каждый год сюда приходим. Несмотря на то, что красную ковровую дорожку давно собрали и унесли, барнаульцы не думают расходиться. Впервые за всю историю Шукшинского кинофестиваля любой желающий, даже те, кто не успел приобрести пригласительный в зал, может увидеть церемонию открытия. Прямо на экране около театра драмы выводятся изображения со всеми номерами, выступлениями. И для людей поставили лавочки, чтобы они ничего не пропустили. На сцене тем временем настоящие народные гуляния. Традиционная хореография, песни, масштаб фестиваля впечатляет не только наших земляков, но и гостей Алтайского края. Мы шли сегодня по красной дорожке. Я бы подумал, что, наверное, не только в России, а в мире нигде нет такого кинофестиваля, где бы вот так по красной дорожке прошло столько писателей на его открытие. И, конечно, мы этим обязаны Василию Макаровичу Шукшину, который каким-то удивительным образом соединил в одном лице своем вот эти три. И близкие, конечно, очень искусство, но и на самом деле очень разное. Девиз кинофестиваля не меняется уже несколько лет. Нравственность есть правда. Это и есть главный критерий отбора работ. Алтайские зрители могут увидеть кинокартины, которые еще не были в большом прокате. Миссия, предназначение, если сказать по-русски, нашего кинофестиваля, конечно, в том, чтобы подарить, показать нашим зрителям современное, качественное, высокое искусство российское кино. Билеты на показы конкурсных фильмов бесплатные. Их можно было взять в кассах кинотеатров. Но сейчас это вряд ли возможно. Количество фанатов Шукшина и ценителей его творчества растет с каждым годом. Дарья Демиллер, Николай Шелко. День с толком.